Здравствуйте! В эфире передача «Ритейл нашего времени» и ее ведущие Яна Зинаидова и Василий Богданов. Спасибо, Яна. Здравствуйте, друзья. С удовольствием представляю наших сегодняшних гостей. У нас в студии Александр Трындин, генеральный директор торговой сети «Вещь». Здравствуйте, Александр. И Людмила Егорова, директор по закупкам торговой сети «Вещь». Здравствуйте, Людмила. Здравствуйте. О чем сегодня будем говорить? Про закупки? Расскажите про закупки. Но сначала мы поговорим о том, что это за сеть «Вещь». Кто ваши покупатели? Как так исторически сложилось? Когда вы открыли первые магазины? Какие у вас есть планы? И сколько их вообще всего? Начнем тогда с истории. Сеть получила свое развитие в 2000 году. Отцом-основателем был открыт один магазин, потом второй. Второй ориентировался магазин на универсальный ассортимент женской, мужской и детской одежды. И свое существенное развитие проект получил в 2004 году, когда сеть получила дополнительное финансирование, получила цель расти, открывать много магазинов и стала ориентироваться на торгово-развлекательные центры. То есть стартап был удачным и было принято решение масштабировать? Конечно. Тем более, что к тому моменту и в Москве, и в России начали строиться и открываться торгово-развлекательные центры. Изучив европейский и американский опыт, компания поняла, что именно туда будет идти поток покупателей, что именно там будет осуществляться торговля будущего. И компания ориентировалась именно на торгово-развлекательные центры. На сегодняшний момент за 13 лет у нас 40 магазинов. Мы работаем в Москве, в Московской области, работаем с запада на восток, от Санкт-Петербурга до города Новосибирска. И от Ижевска, Екатеринбурга, наверное, как самых северных наших городов, мы работаем до Ростова и Краснодара. Наш самый южный магазин в Краснодаре. То есть мы работаем в западной, центральной, уральской и западно-сибирской части Российской Федерации. Магазины все свои или есть свои франчайзинговые? Нет, у нас только собственные магазины. Мы не работали пока по программе франчайзинга. Это вопросы к будущему. Мы можем в конце такими планами поделиться. На сегодняшний момент это магазины универсальные. Это магазины женской, мужской, детской одежды, аксессуаров. В них нет обуви. Это тоже наши возможные планы на развитие в будущем. Наш целевой формат от 500 до 700 метров квадратных в больших торгово-развлекательных центрах. Также в центрах меньше мы рассматриваем форматы поменьше, там, где меньше потоки. И не обязательно брать такие большие площади и организовывать торговлю. Поэтому нам уже 13 лет. Понятно. А в штуках это сколько примерно в ассортименте? Там 10 тысяч номинований, 5 тысяч номинований, тысяча в одномоментном магазине находятся? Примерно. Ну, если говорить о самом большом магазине, который у нас расположен в Мегахимке, то одновременно где-то порядка 15-20 тысяч единиц. 15-20 тысяч? То есть это как супер... Нет, не СКЮ. А, единиц. Да, единиц. А СКЮ где-то приблизительно... Тысяча? Ну, чуть больше, наверное. Ну, это очень прилично. Да. Это огромный ассортимент. А на 500 квадратных метров? Ну, на 500 квадратных метров чуть меньше, где-то порядка, если брать в СКЮ... 500-700? 500-700, ну, чуть может быть больше. А кто ваши покупатели? Для кого вы работаете? Вы знаете, наша целевая аудитория, это уже люди, которые отучились в институтах, пошли работать, состоялись как... Начали уже... Как начинающие мысли. Состоялись или даже начали организовываться как профессионалы на работе. Это люди, у которых есть семья, у них есть семейная забота, у них уже есть дети. Наша целевая аудитория, это люди от 28 лет, семейные, работающие, обычно это и женщины, работающие мужчины, у них есть ребенок, двое. Те, кто нацелен на покупки не самой остромодной одежды, а те, кто предпочитает моду, качество, хорошие ткани, интересные модели. И все это сопоставляет вместе с тем, сколько это стоит. Потому что, работая в семейном формате, у людей четкое планирование бюджета, распределение расходов, они понимают, что, зачем, когда. А тогда логичный следующий вопрос. А средний чек? Есть такое понятие у вас? Да, есть. Но вот на сегодняшний момент, в весенний сезон, мы работаем со средним чеком полторы тысячи рублей. Естественно, в осенне-зимний период, когда мы продаем большой объем верхней одежды, там это растет уже до двух с половиной, до трех тысяч рублей. Причем это постоянно колеблется, потому что куртки пуховые, они наиболее дорогие. Есть куртки на синтепоновой подкладке, на облегченной, и чек постоянно варьируется. Чем более плотная одежда, тем дороже. А мне не до конца все понятно. Я бы хотела еще уточнить информацию о ваших покупателях. Все-таки то, что вы описали, говорит о неком, скажем, универсальном формате. Не очень дорогая одежда, которая подходит почти для всех, и там и качественные материалы, и цена, в общем-то, невысокая. Но в это сложно поверить. Может быть, вы все-таки внесете какие-то уточнения? Что-то здесь не так? Смотрите, здесь нет ни лукавства, ни никакой хитрости. Потому что мы действительно работаем на семью, для людей, которые понимают, что, зачем они тратят. Мы работаем на людьми, которые ориентируются на соотношение цены-качество. Мы не вносим туда той самой большой наценки, как это делают глобальные бренды и фэшн-люксовые бренды. Поэтому здесь мы говорим о том, что это действительно не самоцель самой дешевой одежды, но это очень хорошее соотношение цены-качества и всех потребительских свойств. Вот это нашим покупателям очень важно. А кто ваши основные конкуренты? Вы знаете, на рынке... Вы ценируете себя между кем и кем? Если брать ценовой уровень и, например, место расположения, где мы находимся, то фактически стандартный набор торгово-развлекательного центра «Мега» – это вся наша конкуренция. Мы понимаем, что там присутствуют все основные игроки на российском рынке, там присутствует компания от международных, это Holding Inditex со всеми своими брендами, это компания H&M, это русские компании, Остин, Спортмастер, Финфлеер, Баон – все те, кто работает на рынке одежды. Мы фактически конкурируем все вместе, потому что все те, кто входит в эти торгово-развлекательные центры – это все те люди, которые могут стать потенциальными покупателями. Единственное, что мы четко отпозиционированы по цене, мы чуть дороже, чем Остин, но существенно дешевле, чем, например, Zara и все бренды Inditex. То есть мы работаем на среднем ценовом уровне и средний минус. То есть мы не являемся дискаунтером, мы не работаем с самой дешевой одеждой и не пытаемся быть самыми недорогими на рынке, потому что таких форматов достаточно много. Одежды такой представлено в широком ассортименте тоже очень много, и это уже не привлекательно. Понятно. А вот, ребят, смотрите, если… Ну, по большому счету, действительно, вся такая торговля, она сейчас в моллах, в таких больших торговых центрах. Вот человек идет вдоль этой как-то улицы там, да, торговая, значит, в обе стороны магазины. А вот на сегодняшний день, как вы думаете, есть все-таки хоть какая-то сила и ценность бренда? Или ему уже вообще все равно? Вот вы правильно сейчас перечислили? Действительно, огромные вот два-три десятка брендов-магазинов, примерно более-менее одна там плюс-минус ценовая категория, или как это? Вот. И, в общем, более-менее одинаковый ассортимент. Ну, и человек идет, и вот все равно заходит в каждый, понравилась вещь как таковая, он ее взял. Или все-таки есть какая-то приверженность изначальная к бренду? В принципе, глобальная тенденция – это отход от брендов, в том ключе, что люди пытаются создать свой уникальный набор одежды. Они стараются не покупать все в одном магазине и не быть одетым с ног до головы во что-то… В один бренд. Да, одной фирмы. То есть, вот это вот как это? Total look, да? Да. Да, тенденция еще… Она работает, конечно, это в люксе, это в премиум-классе до сих пор устойчивый тренд, но вот в массовом сегменте, на масс-маркете эта тенденция отходит, потому что люди пытаются собирать свои уникальные комплекты, а только ходя по разным магазинам, по разным торговым маркам, они имеют возможность собрать уникальный комплект. И в Европе, и в Америке даже есть такая тенденция, когда люди из премиум-класса перемещаются за отдельными покупками в массовый сегмент, в эконом-класс, где они могут найти что-то уникальное, очень веселую майку, например, с хорошим принтом, что, в принципе, их выделят, потому как в целом… Потому что в их среде из этого бренда никто не носит. Абсолютно верно. То же самое происходит и у нас, и в этом наше конкурентное преимущество, потому как мы мультибрендовая сеть, у нас есть одежда разных производителей по источникам поставок. Вот это интересно уже. Это разные страны, это разные производители, у нас есть собственные торговые марки, под которыми мы представляем одежду, и у людей очень большой выбор. И мы, как именно универсальный магазин одежды и аксуаров, представляем такой выбор. Большая площадь, большое количество товара, и можно сформировать свой уникальный набор и с ним выйти из магазина. Его, в принципе, не будет ни у кого. Шансов, что следующий наберет ровным счетом то же самое, крайне малый. Можно я добавлю еще, что наше одно из таких уверенных преимуществ, что мы продаем одежду до 56-58 размера, как у мужчин, так и у женщин. Собственно, наши конкуренты ограничивают свое позиционирование 48-50 размером. Значит, что у вас есть определенная достаточно большая доля покупателей возраста от 50 лет, я правильно понимаю? Мы позиционируем себя, девушки тоже, молодые женщины, могут быть и 52-54 размера. Я понимаю, что вы еще и отличаетесь от конкурентов тем, что у вас есть достаточно много покупателей взрослых. Да. А скажите, пожалуйста, все-таки я никогда не верю в такие невероятные сказки, и хотела бы узнать, а как вы добиваетесь того, чтобы у вас была качественная одежда за приемлемые цены, как вы говорите? Ну, в целом, это, конечно, уже опыт 13-летней работы, когда мы составили свой список поставщиков, с которыми мы работаем, у которых есть своя творческая, дизайнерская, технологическая линия, те модели, которые они используют, ту ткань, которую они используют. Сейчас, сейчас, Александр, это все понятно. Это вот общие слова. А как это практически выглядит? Вот, Людмила, каждый понедельник садится на самолет, летит в определенный район, там, Китай, Бангладеш, там, в Индию, не знаю, куда там, в Гватемалу, там, куда. Как это происходит? Или есть какие-то ярмарки, или есть какие-то специальные каталоги? Давайте я расскажу. Ну, значит, на самом деле мы планируем свой ассортимент уже глубоко заранее. Сейчас мы уже работаем над летом следующего года. Ну, а как вы работаете? Значит, мы составляем наш план продаж и план закупок. План продаж в деньгах? В деньгах, в штуках. Надо продать там на 100 миллионов, там, миллион штук. Миллион носков по 100 рублей. Да, мы рассчитываем, сколько нам нужно закупить, штук по какой цене. Вот, исходя из этой матрицы, мы уже составляем для себя наш список поставщиков, скажем, такой рейтинг. Что у нас хорошо продается? Мы анализируем, проводим тщательный анализ и анализируем, какие удачные поставщики. Так, сейчас, сейчас, а где вы их берете? Они к вам стучатся в двери, они стоят в очередь с образцами тканей, продукции или как? Это очень по-разному. Есть те, кто стучатся к нам, есть те, кого находим мы. Мы также ездим по фабрикам производительным, по выставкам. Есть люди, которые обращаются к нам сами. Мы делимся опытом с коллегами и поезжаем туда, где работают они. Мы смотрим на все эти варианты. И именно методом проб и ошибок и такого постоянного отсева на каждый сезон формируется тот пул поставщиков, который составит ассортимент этого конкретного сезона. Под сезоном мы воспринимаем весну-лето и осень-зиму. В России есть четыре ярко выраженных сезона, в отличие от Европы и Америки. Формально это как бы две коллекции, один плюс один, потому что переход весна-лето, вот мы по этой весне видим, мы, скорее всего, сразу из зимы переходим почти в лето. Большое спасибо. А сейчас у нас рекламная пауза. Мы снова в студии передачи «Ритейл нашего времени». Ее ведущие Яна Зинаидова и Василий Богданов. Да, это мы. Напоминаю, что сегодня у нас в гостях Александр Трендин и Людмила Егорова. Торговая сеть «Вещ». Еще раз здравствуйте, друзья. Здравствуйте. Говорим о закупках. Где же взять вот этот весь ассортимент, как он добывается? И вот вы уже начали рассказывать, что там и поставщики, и сами ходят двери, вы ездите по выставкам. А вот у меня такой вопрос. А как кто определяет вот тренды, так сказать, цветовые гаммы, там, не знаю, какие-то вещи? Вот брюки будут узенькие или широкие, там, да, вот здесь будут брюки заканчиваться, там, или здесь, так сказать. Как это происходит? Потому что мне кто-то рассказывал, мне говорят, что потребитель ничего не выбирает. Что ему завезли в магазины? Он начинает покупать сначала смелые, потом, так сказать, другие, другие, другие. Глядишь, все, вся Москва ходит. У него выбор, конечно, уже. Действительно, индустрия моды, она диктует тенденции и за год, и за два. Потому что все, что идет в показах модных дизайнеров, потом реализуется так ступенчато вниз до остро-модной одежды, актуальной одеждой и одежды базовой, которая, в принципе, актуальна всегда, да. То есть это вещь, которую можно одеть в любой день. Во-вторых, сейчас действительно такие времена, об этом всегда говорили на стыке 19-го, 20-го века и 20-го, 21-го, что, в принципе, носится абсолютно все, и выйдя на улицу, вы можете увидеть там прямые брюки, зауженные, клеш одновременно. Главное, что это был актуальный комплект и хорошо смотрелось на конкретном человеке. Поэтому мир моды, он тренды диктует, а компании, которые их продвигают, работают с цветом, с рисунками. И дальше на каждый сезон мы сами оцениваем актуальность цветов, рисунков. Опять же, есть целое агентство, которое составляет рейтинги и рекомендует, что будут актуальны такие-то цвета, будут актуальны такие-то рисунки. И вот это общее знание наших людей, кто работает в закупке, в рознице, вот эти внешние данные, они позволяют сформировать правильный комплект. Потому что если ты не угадал с цветом, это может быть прекрасная одежда, хорошо сидит, неактуальные цвета, это не будет продаваться, это людям не будет нужно сегодня. А самое главное, о чем мы хотели сказать, это наше второе конкурентное преимущество, что мы работаем с разными производителями и с разной географией производителя. Сейчас очень многие товары производятся в Юго-Восточной Азии, это Китай, Бангладеш, Камбоджа, возможно Индия. Мы работаем с российскими поставщиками в том числе. Это российские производители, которые хорошо знают нашего российского человека, его размеры, какие-то нюансы этих размеров, как одежда будет сидеть. Кроме российских производителей, мы работаем с белорусскими производителями, которые также хорошо понимают нашего покупателя. Естественно, у нас есть поставки товаров из Китая, Вьетнама и Турции, которые позволяют создать нам тот уникальный ассортимент, который мы предлагаем своему покупателю. Скажите, а модели и коллекцию каким образом вы составляете, если у вас так много поставщиков? Как вы умудряетесь сделать так, чтобы это смотрелось одним единым целым? Или у вас нет такой цели? Я так понял, что вообще такой цели нет. Наоборот, одевайся как хочешь. Нет, нет, нет. Почему? Мы в наших магазинах с помощью... У нас есть целый отдел мерчендайзинга, который, в принципе, участвует и в разработке нашей стратегии закупки по цветам, по моделям до сезона уже. Мы презентуем всю нашу коллекцию нашим мерчендайзерам. И они, собственно, собирают на основании каких-то цветов, собирают коллекции и презентуют уже в наших магазинах капсулы. То есть это серьезные люди, мерчендайзеры? Да, да, да. У нас очень такие высококвалифицированные сотрудники. А до того, как это попадает к мерчендайзерам, кто определяет, что именно будет закупаться, какие модели, какие цвета? Вот Людмила Егорова. Людмила? Людмила Егорова, да. Вместе с моим департаментом закупок, управлением ассортиментом. У меня работает 20 человек, 20 специалистов, которые работают достаточно давно уже в компании. Я, например, работаю с 2000 года в компании. Ну, с небольшим перерывом, но тем не менее. Собственно, уже знаю, понимаю, что хочет наш покупатель. А, Людмила, а вот как вы определяете, вот коллекция уже закуплена, как вы определяете, ошиблись вы или нет? Вот она уже есть, худо-бедно, никуда не денешься. Продается. Она продается со скидками, без скидок, улетает сама или улетает, так сказать, с помощью каких-то там толканий, ну, неважно. Ну, конечно. Вы ходите к соседям или как вот вы определяете? Нет. У нас достаточно серьезная программа, в которой мы работаем и анализируем. Мы приходим в понедельник, снимаем наши продажи и смотрим вплоть до артикула, как продается этот артикул. У нас есть свои темпы продаж, есть свой жизненный цикл, скажем, вот артикула. Мы понимаем, что вот, допустим, за две недели... По поводу артикулов и прочее. Недавно захожу в Декатлон. Значит, когда весна, все это течет, так сказать, снег, там все такое, резиновые сапоги. Значит, есть 45-е и выше, есть 35-е и ниже. И серединка вся вот такая пустая, такая просто там, да? Да, да, да. Кстати, наверное, это вторая часть нашей работы. То есть, первое, о чем Людмила рассказала о том, что мы постоянно анализируем то, что происходит в магазине. Мы смотрим результативность продаж. Они оцениваются там по целому ряду критериев. Мы смотрим, что продается хорошо, что продается медленнее, что требует какого-то продвижения, что продается плохо. И, скорее всего, пойдет в период распродаж по какой-то уникальной цене. Такие ошибки тоже бывают. Никто не идеален и не всегда покупать одинаково. А вот закупка, это вот раз в полгода целый корабль там, да? И уже дозаказать нельзя, да? Вот почему так происходит? Что размера, например, нет, и его уже не будет до следующего года? На одном, на их плечах это уже невозможно. Это действительно один раз в сезон. Есть количество, есть производство, есть упаковка. Поставили контейнеры на корабль, что приехало, то приехало. Вот эти короткие плечи работают с российскими производителями, с белорусскими производителями, с турецкими производителями. А это сколько короткие? Ну, смотрите, мы работаем в циклах, самый короткий цикл у нас это месяц. То есть мы сегодня даем заказы на месяц вперед. При том, что у ряда производителей, именно отечественных, есть еще и свободный склад. То есть, возможно, подсортировка оттуда. И мы постоянно этими данными с ними обмениваемся. И поэтому поток товара, он постоянен по ходу сезона. У него, конечно, есть пик. Это поступление с мест производства в дальних странах, назовем их так. И есть производители, которые находятся совсем рядом. И с ними можно работать на плече уже две недели, месяц. И обновлять коллекцию можно также в течение четырех недель. То есть, если там было заказано сколько-то наборов, и они вывешиваются по плану в течение сезона, то здесь можно все новые предложения также забирать, вывешивать в магазины и продавать их покупателям. А вот эта мечта цифровых технологий, когда на кассе отсканировали брюки такого размера, тут же этот сигнал ушел на склад, и со склада на следующий день приехали новые такие же брюки. Со склада на фабрику, на фабрике отшили. С фабрики, не знаю, овцеводу, он, значит, овцу вырастил, там шерсть постриг, так сказать. И вот все это прямо в единой цепочке. И даже just in time и складу никакого не надо. Это вообще возможно когда-нибудь? Я думаю, что нет. С точки зрения одежды это крайне сложно, потому что спрос действительно непредсказуемый, и он очень сильно привязан к погоде. Вот если говорить о текущем сезоне весна-лето, действительно весна, как весна, она не очень хорошая. Почему? Потому что мы выходим сразу из холодной погоды, фактически уже запрозят. Вот эти курточки, они не будут продаваться, они же до весны, до осени. Они продавались мало, да, и они остаются в осень. Почему? Потому что произошел резкий скачок, фактически с минус 10 до плюс 10 градусов в среднем. Это очень сильный переход. Обычно весна начинается раньше, покупает совершенно другую одежду, и потом начинается летний сезон. Мы зависим от погоды. Какой just in time может быть с учетом фактора, который предсказать никто не может, даже наши синоптики. Вот есть еще один фактор, который можно предсказать. Разные вкусы. У нас огромная страна. В Калининграде отличаются покупатели от Екатеринбурга и от Москвы? Да, у вас такая география. Отличаются. И что вы делаете в связи с этим? Ведь вам приходится формировать разные коллекции, выходят в разных городах. Как вы с этим справляетесь? Да, действительно, допустим, мужчины на севере у нас мельче по размеру, по росту, чем мужчины на юге. Ого! Ну, это так и есть, да. Да, да. А вкусы? И цветовые предпочтения в каждом городе разные. То есть вам приходится это анализировать? Мы анализируем. Мы очень активно работаем с нашими менеджерами, которые работают на местах, в магазинах с директорами магазинов. Они нам высылают там раз в неделю, раз в две недели свои предпочтения. И мы уже в дальнейшем в заказах учитываем обязательно эти особенности. А приедите еще какие-то примеры, чем отличаются покупатели в разных регионах? Ну, смотрите, в регионе Ижевск, Екатеринбург и даже Челябинск еще вчера была фактически холодная погода. А, кстати, в Ростове и Краснодаре уже около месяца там самая настоящая весна и ее расцвет. Естественно, это все учтено в том, что покупателям на юге представлена одежда более легкая и актуальная по погоде. Там, где холодно, она другая. В Казани продаются цвета более яркие, но, опять же, просто они говорят так. Пожалуйста, постарайтесь избежать цветов нашего национального локального флага в одном изделии. А это белый, красный и зеленый. То есть, вот такая простая рекомендация. То есть, с одной стороны, покупается яркая одежда, но вот это сочетание трех цветов для них не актуально. Они считают, что это не будет покупаться. Поэтому в каждом регионе такие нюансы есть. И это анализируется до. Матрица составляется с учетом этих предпочтений, с учетом температурных графиков, с учетом, опять же, сроков доставки. Потому что мы понимаем плечо Москва, Московская область и автомобильная доставка до Ростова, а тем более до Омска и Новосибирска. Это немножко разные транспортные плечи, это разное время. И мы учитываем колоссальное количество факторов при снабжении магазинов. Где-то весна начинается раньше, где-то начинается... Понятно. Александр, я слышал в двух словах, вы собираетесь переребрендиться. Да, на сегодняшний момент мы зарегистрировали торговую марку Today и будем развивать собственные магазины в будущем под этой маркой. То есть, вещей больше не будет? Дорогие телезрители, срочно, последние деньки, если с брендом вещь. Нет, конечно. Пока бренд вещь остается, и мы еще в поиске, в процессе оптимизации всех наших настроек. Зачем вы это делаете? Зачем вам это делаете? Мы работаем на своего покупателя в будущем. То есть, те, кому сегодня 30, 3 года назад были 27-летними, 5 лет назад были 25-летними, подрастает молодежь, которая ориентирована, в том числе на английский язык, на глобальные тенденции. На глобальный мир, да. И для них это более читаемо. Они к этому ближе. Они с этим выросли, и через 5 лет они станут нашей целевой аудиторией. У них появятся семьи, у них появятся дети. И мы фактически работаем на 5-10-летнюю перспективу. С тем, чтобы мы были им ближе, понятнее. И они уже сейчас приходили к нам, смотрели, что-то покупали, ориентировались на нас в будущем. То есть, мы хотим быть актуальными. Правильно я понимаю, что пошаговая будет такая диспозиция? Сначала вы заводите какую-то линейку под названием «Тодей» в магазинах вещь. Потом выделяете какую-то секцию, а потом уже все магазины переоформляете. Нет, это будет немножко по-другому. Мы свой целевой формат здесь, в Москве, сделали. Мы такой магазин открыли. Мы целиком делаем обновление магазина. Это новый ремонт, новое торговое оборудование, весь новый антураж, новая вывеска. И в целом чуть-чуть корректируем набор товара, который там будет представлен. Но это такое еще плавное изменение товара от сезона к сезону. И мы не будем идти пошагово, чтобы в магазине будет меняться 5 метров, 10, а потом дорастет до всего магазина. Просто у нас есть магазины, которые разбиты, скажем так, по потребительскому потоку. Вот самый наивысший поток будет переделан в первую очередь. Потому что больше людей увидят, больше людей поймут, почувствуют и посмотрят. — И последний вопрос. Скажите, вот вы хотите, чтобы ваши потребители выросли с вашим брендом? Вы сами тоже с ним росли. Вы носите свою одежду? — Да. — А сейчас? — Вот вы сейчас? — Я сейчас. — Кофточки. — Хорошо. — Очень хорошо. — Правильно, молодцы. — Спасибо большое. — И на этом наша передача заканчивается. В эфире была передача «Ритейл нашего времени». И наши гости — это Александр Триндин и Людмила Егорова из торговой сети «Вещ». Спасибо вам большое. А также прощаемся мы, Яна Зинаидова и Василий Богданов. — До свидания. — До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова